Кто умнее, мужчины или женщины? Еще в прошлом веке бытовало твердое убеждение, что мужчины умнее женщин. Даже сегодня можно услышать вязвительный анекдот о женской логике. Так давайте же таки уясним, кого по праву можно называть более умными. Мужчин или женщин? Или все же можно поставить знак равно между ними? Для начала разберемся, что же такое ум. Это способность человека логически мыслить, понимать, познавать что-либо и применять в жизни. На уровень интеллекта влияет генетика и внешняя среда. В ходе эволюции сложилось так, что мужской и женский мозг имеют некоторые отличия. Невооруженным взглядом можно определить, что мужская голова крупнее, следовательно, мозг в среднем больше на 8-10%, чем у прекрасной половины. Отдельные зоны мозга также имеют отличия. Например, лобные доли у женщин пропорционально больше, они отвечают за принятие решений и разрешений проблем. А вот теменная часть коры, которая несет ответственность за пространственное восприятие, и миндалевидное тело, включающее реакцию на опасность, крупнее у мужчин. Ученые установили, что у слабой половины повышена активность мозга, в то время как мужской мозг остается более спокойным. У женщин гиппокамп работает интенсивнее, поэтому долговременная память у них развита сильнее, так что если вы хотите спрятать деньги и не забыть, где находится тайник, доверьте это женщине, правда, есть риск, что она потратит их на наряды. А вот в пожилом возрасте лучше такие вопросы доверять дедушкам, так как по статистике 7% бабушек страдают слабоумием и только 5% старичков. Им повезло и в том, что от Альцгеймера они умирают на 20% реже, чем женщины. Учеными было установлено, что у мужчин лучше развиты связи в пределах каждого из полушарий, а у женщин межполушарные связи. Это означает, что в зависимости от задач мужской мозг переключается с одного полушария на второе. А вот мозжечок у них работает по-другому. Ему свойственны межполушарные связи. Подобные отличия в работе мозга определяют женские и мужские навыки. Соответственно, этим различиям первые лучше справляются с социальными задачами, а вторым присуща точность и координация. Также количество серого вещества, которое состоит в основном из нервных клеток, у мужчин выше, нежели у женщин, а оно прямо пропорционально влияет на IQ. Что же касается академической успеваемости, то школьницы и студентки показывают более высокие результаты, а вот в условиях соревновательной среды – мужчины. Также сильная половина уступает женщинам в лингвистических способностях, а именно способности к беглой речи, чтению и изучению иностранных языков. У мужчин чаще диагностируется дислексия. В эрудированности и образованности мужчины доминируют над женщинами. Но не стоит забывать, что в истории полно женских имен, которые изменили ход истории в политике, искусстве и моде. Вероятнее всего, различия в работе мозга обусловлены тем, что веками мужские и женские обязанности и права сильно отличались. Но общество не стоит на месте, и сегодня женщины наравне с мужчинами занимают высокие должности и преуспевают в разных отраслях. И все же, сколько ни говори о гендерных интеллектуальных отличиях, не стоит забывать, что каждый индивид формируется в особой среде, которая может как развить природный потенциал, так и уничтожить. Так что, если ты родился и вырос на пальме, пределом твоих математических способностей будет посчитать, сколько бананов было и сколько осталось. Не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, считаете ли вы себя самым умным. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok